Для завершения операции вы воспользуетесь устройством кодового телефона. Ну чего, хотите, чтобы я показал вам кое-что интересное? У меня тут есть пакетик с высокими технологиями, которые я сейчас собираюсь открыть. Обычный бумажный пакет, не очень тяжелый, я бы сказал, что вообще не тяжелый. И внутри что-то гремит, судя по всему, там две коробки. В общем-то говоря, мы сейчас это и узнаем. Варварский способ мы ее открываем, и у нас здесь две коробки. А, нет, раз коробка, два коробка, три коробка и... Ну не коробка, но короче четыре. Так, ну че, с какой коробки мы начнем? Давайте, наверное, с самой большой. Посмотрим, что у нас внутри. И это... Та-та-та-та-та-там! Кружка! Ну, бутылка. Я хотел сказать, бутылка. Спортивная велобутылка, круто. Можно пить водичку. Дальше идем. У нас это визитница. Визитница тоже штука довольно полезная. У меня моя прошлая визитница уже закончилась. Там много-много всяких разных дискотных карточек от разных магазинов, которыми я практически не пользуюсь. Ну это, знаете, типа, когда вот один раз в магазине ты что-то купил, и тебе говорят, а давайте мы вам оформим дискотную карту, это бесплатно, получите бонусы, прямо сейчас скидку. Я говорю, а ладно, давайте, у меня таких карт прям очень много. И, судя по всему, вы уже догадываетесь, да, что если там есть визитница, то мы сейчас переходим к какой-то такой банковской тематике, но не совсем заурядной. Это реально прям крутые, высокие технологии. Но сначала попсокет. Для тех, кто не в курсе, да, попсокет это такая как бы подставка для телефона, чтобы его можно было удобно ставить, а можно было его не отрезать. У меня уже такая есть в виде кольца. То есть оно вот так вот поднимается. Можно либо вот так удобно держать телефон в руке, либо вот таким образом его ставить и, например, смотреть сериальчики. Вот очень удобно. И это точно такая же штука. Она вот так раскладывается, отлепляется просто слой, и на обычный двухсторонний скотч лепится как-то вот так. Опа! То есть она, в принципе, так особо не заметна, но потом, когда мы хотим удобно взять наш смартфон, мы ее на максимум отодвигаем, вот так просовываются пальцы. Удобно, смотрите, ничего не падает. Ну и если мы хотим, допустим, посмотреть какой-нибудь сериальчик, то вот таким способом это ставится. Удобная штука, крутая, всем советую, если никогда не видели. Они, по-моему, на каждом углу продаются. Ну а здесь это с логотипом Альфа-Банка. Потому что дальше, вот в этой коробке, находится штука, которая меня, честно говоря, реально удивила. И, ну, я не совсем понимаю, по каким принципам это работает. Это, друзья, кольцо. Самое настоящее кольцо всевласти. Ну, если у вас на банковском счету много денег, то это кольцо можно реально считать всевластием, потому что оно с пейпасом, и с его помощью можно оплачивать покупки. Также у нас в коробке находятся бумажки. Здесь у нас пин-код к нашей карте. Здесь инструкция, как ей пользоваться. И непосредственно сама карточка, которая привязана к этому кольцу. В общем-то, карту я сразу убираю в визитницу, которая шла в комплекте. Потому что, ну, я так понимаю, она мне не понадобится. Ведь иначе в чем вся фишка кольца, которую можно оплачивать в покупке. На коробке находится логотип куклы конфедерации. И мы понимаем, что это кольцо было общено специально к этому мероприятию. И при том, вот, оно работает только в России. При том, что, вот, если к ней пользоваться, то есть вы закидываете деньги на вот эту карту. И, как бы, ну, ее даже таскать не обязательно. То есть это можно там через интернет туда просто перевезти деньги. И все, о покупке вы оплачиваете вот этим кольцом. Мне, правда, оно налезет, наверное, только на мизинец. Вот таким довольно странным образом это выглядит. Но не важно, как это выглядит. Главное, чтобы это работало. Так, для начала давайте попробуем платить что-нибудь в терминале оплаты. Кольцо у меня на руке. Выбираем оплата банковской картой. И, по идее, сейчас нужно просто приложить сюда кольцо. И вуаля. Одобрено. Ну, в общем, вы все видели сами. Штука реально прикольная. Единственное, мне, конечно, просто это кольцо не идет. Или идет, я не знаю. Ну, по-моему, выглядит довольно странно. Вот если бы это была такая, знаете, прям печать с черепом какой-нибудь, такая прям брутальная. Чтобы у него еще глаза светились, когда ты оплачиваешь покупки. Вот тогда это, наверное, было бы круто. Ну, а так, может быть, просто кому-то идет, кому-то не идет. Мне вроде не идет, но, тем не менее, штука удобная. То есть, в принципе, не обязательно носить на пальцы. Можно там на цепочку, наверное, да или просто носить ее в кармане. И когда можно что-то оплатить, если хотите удивить кассиршу в пятерочке, достаете кольцо, прикладываете, покупка проходит. Все в шоке, а вы уходите довольны с пакетами домой. Вот какая-то такая штука, друзья. Технологии. Это очень-очень круто. Смотрите, то есть, раньше у нас появились карточки, это было нонсенс. Потом можно было оплачивать часами и телефонами, это тоже нонсенс. А сейчас просто вот с помощью круглой штуки. Что же будет дальше? Если у вас есть какие-то идеи на этот счет, пишите в комментариях и посмотрим. Может быть, ваши прогнозы сбудутся. Ну, у меня на этом все. Меня зовут Тимур. Если вам понравился этот выпуск, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, если хотите посмотреть еще немножко технологичных обзоров. Субтитры сделал DimaTorzok